Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена и наша рубрика Ее Величество Кухня. Масленица не за горами. Собственно она будет повторяться из года в год. Поэтому рецепты масленичных блюд нужны всегда и нужны всем. Блины считаются делом трудным. У многих они не получаются. В связи с тем, что нарушаются некоторые пропорции или подход к этому блюду. Поэтому будем делать его поэтапно, пошагово, для того, чтобы даже начинающие кулинары обязательно приготовили вкусное блюдо. Итак, у нас сегодня на повестке дня грибной блинный пирог в сырной заливке. Блюдо очень вкусное. Блюдо, которое можно приготовить заранее. То есть вы, получается, заготовки делаете, укладываете в форму. А перед приходом гостей делаете заливку и ставите в духовку. Таким образом вы освободите себе полностью день и у вас будут вкусные блины. Итак, сначала мы начинаем с теста для блинов. В этом есть определенный смысл, потому что пока мы будем делать начинку, тесто будет стоять на расстойке. Блины без расстойки не пекут. Расстойка от полчаса до 45 минут. 200 грамм муки. Она у меня уже отмерена. Без мерного стакана, конечно, на кухне находиться очень сложно. Поэтому заведите, пожалуйста, себе мерку. И с ней у вас дело пойдет на лад. Вам потребуется... Делаем сейчас здесь небольшое отверстие. Сюда мы будем вбивать яйца. Нам нужно будет с вами 3 яйца. Я уже давала рецепты своих классических блинов, которые делаю очень часто. Посмотрите, пожалуйста, на канале. Там все есть. Это мы делаем специальные блины под это блюдо. В принципе, специальными они являются только потому, что мы их сейчас сделаем перед вами на глазах. По сути дела, я делаю количество блинов очень большое. Обычно на 2-3 литра. Поэтому, если и вам нужно такое же количество блинов, вы, пожалуйста, посмотрите. На канале есть уже такое блинное тесто. Так. Я сюда добавила 2 щепотки соли. И добавлю 1,5 столовые ложки сахара. Сахар я добавляю и для соленых блинов, и для сладких. Для того, чтобы тесто было гармоничным. Потому, что просто соленое пресное тесто, это не очень хорошо. Теперь нам надо немножечко это дело вмесить яйца. Для того, чтобы потом, когда мы будем вливать сюда еще молоко, у нас уже комочков было все меньше и меньше. И еще. Когда вы замешиваете блины, обратите, пожалуйста, внимание. Все жидкости вы досыпаете в муку, а не наоборот. Потому, что блинное тесто, в котором есть комочки, это, конечно, большой брак. Можно, конечно, тесто замешивать и при помощи миксера. Тогда у вас все пойдет на лад. Но я сейчас показательно делаю тесто, для того, чтобы вы все видели. Поэтому пользуюсь венчиком. Так. Относительно мы все сделали. Теперь молочная часть. На то количество муки, а мы ее взяли, наверное, на 200 грамм. Обращайте внимание, чтобы на стенках мука не повисла. Взбивайте ее вниз. Нам нужно будет с вами 2,5 стакана молока. Вот с момента, когда мы добавляем сюда молоко. Это у нас был первый стакан. Теперь у нас будет второй стакан. Но пока я его не добавляю, потихонечку вмешиваю, перемешиваю молоко. И вот ту заготовку яичную и мочную, которая у меня образовалась. Напоминаю, для чего я это делаю. Потому что я это делаю венчиком. Мне надо быть уверенным в том, что у меня не образуется никаких комочков. Если я сейчас добавлю полную порцию молока, разбить комочки будет очень затруднительно. Поэтому я делаю это поэтапно. Помятаю, что у меня сейчас добавлен всего 1 стакан молока. Вот я уже вижу, что у меня тесто практически не имеет комочков. Для большего энтузиазма, энергичнее поработаем венчиком. Для того, чтобы я убедилась в том, что у меня нигде комочков нет. Теперь самое время добавлять второй стакан молока. Вот. Насчет половины. Мы сейчас от нее воздержимся. Потому что, когда у нас тесто постоит на расстойке, оно само покажет, нужна ли это половина молока или нет. У каждой муки своя клейковина. Одна склеивается сильнее, другая меньше. Вам об этом никто не рассказывает, когда вы ее покупаете. Поэтому за тестом надо внимательно наблюдать. Вот сейчас мы его размешали. Помятуем о том, что у нас в запасе есть полстакана молока. Но пока не наливаем, потому что тесто получилось довольно-таки жидкое. Как ко всем тестам для блинов, я добавляю столовую ложку масла. Любого растительного, оливкового, не имеет значения. Все, мы это хорошенько перемешиваем. Сейчас на сушу тесто отправляется на расстойку в холодильник. Предварительно я его накрою крышечкой или тарелкой. Пока оно будет расстаиваться, у нас будет время сделать начинку. Итак, у нас пирог грибной, поэтому я запаслась самыми главными ингредиентами. Здесь у меня 2 средние луковицы порезаны, довольно-таки мелко. И 500 грамм грибов. Дело в том, что лук, вы можете, если любите жареный лук, вы можете его взять больше, тогда грибы будете количество уменьшать. Можно так взять пропорцию 300 грамм грибов, а все остальное луком. То есть начинка, это дело выбора каждого. То, что любите, то и добавляйте. Более 500 грамм на эти грибы не нужно, потому что количество блинчиков у нас ограничено. Так, я налила растительное масло. Можно еще подбавить, потому что предварительно мы будем жарить лук. Вот. Значит, мы все подготовили. Присолим немножечко наше масло. Отправляем сюда жариться лук. Лук мы будем жарить до той кондиции, которую любим. Любите более жареный, жарьте более подольше. Мне сейчас самое главное, чтобы лук был поджарен. И грибы получили вот этот специфический, очень вкусный запах жареного лука. Поэтому я не с грибом начинаю жарку, а именно с лука. Для того, чтобы грибная начинка была более вкусная. Дело в том, что с момента добавления грибов появится влага. И лук уже жариться не будет. Поэтому рекомендую всю процедуру с луком сделать до появления грибов на сковороде. Лук у меня порезан мелко, он быстро зазолотился. Сейчас самое время сюда определять грибы. И так, напоминаю, что лук вы жарите до собственного понимания, как вот вы понимаете, что он у вас жареный. Сильнее, меньше. Самое главное, чтобы у него появился характерный вкус жареного лука, который обогатит попавшие сюда грибы. Грибы порезаны у меня довольно крупно, но это не страшно. Дело в том, что во время жарки грибы уменьшаются сильно в размере. Сейчас я должна лук смешать с грибами, для того, чтобы не было пережарки его. Накрыть крышкой и на среднем огне под крышкой упарить сначала грибы. Поджаривать мы их будем потом, когда они будут упарены, отдадут всю влагу. Тогда мы крышку откроем и будем их жарить, чтобы они у нас получились жареные. Сейчас самое время добавить хорошую щепость соли. Мы еще потом будем пробовать на соль. Все. Так, наша начинка фактически готова. Что нам сюда необходимо добавить? Чайную ложку сливочного масла. Столовую ложку, а лучше полторы, муки. Это для того, чтобы загустить нашу начинку. Потому что ей удобно будет потом начинять наши блинчики. Мы сейчас сделаем что-то подобие жульена. А потом, когда наши блины выйдут из духовки, начинка будет очень сочная. Я сейчас вам покажу, как это делается. Мы прогреваем муку. Муку надо прогреть минуты 2-3, для того, чтобы она изменила свой вид. А главное вкус. У нее должен появиться ореховый привкус. Для этого мы вот так распределяем нашу грибную массу в одностыль. Пока мука прогревается, готовим сметану. Сметана или сливки здесь обязательны, для того, чтобы создать, еще раз напоминаю, вот эту массу, как для жульена шелковистую. Я уже ощущаю запах. У меня сковородка разогрета энергично. Вот, поэтому я сейчас добавляю сюда 2, можно даже 3 ложки сметаны. И немножечко сейчас подольем жидкости, для того, чтобы у нас была консистенция здесь соответствующая, потому что мука сейчас превратила грибы в очень густую массу. Нам это немножко надо сожжить. Вот. Вот сейчас посмотрим, что у нас получилось. Одно сейчас добавим. Посмотрим. У нас должна быть здесь вот такая шелковистая сливочная масса. После того, как мы убедимся, что у нас получилось то, что нужно, останется только немного приперчить и досолить, для того, чтобы начинка была выразительной. Начинку, если вы слегка пересолили, ничего страшного, потому что блинчики у нас, в принципе, пресные. И пересол здесь не так страшен, как и недосол. Но и усердствовать не нужно. Подсказать количество соли я вам не могу бы. Это будете определять по собственному желанию. Вот я сейчас пробую. Мне явно надо подсолить. Щедрая щепотка, даже еще немножко. Все, моя начинка готова. Можно возвращаться к тесту для блинов. Итак, перед тем, как мы займемся тестом для блинов, будем его проверять на качество, я сейчас покажу, как я готовлю сковороду. Для того, чтобы жарить на ней блины, на холодную я засыпаю вот такую порцию соли. У меня сковородка будет прогреваться минут 10. На самом большом жаре, который можно себе получить от печки. Вместе с солью. Соль после прокаливания вполне может опять вернуться в соломку. А прогревание сковороды с солью позволит вам без проблем жарить ваши блинчики. Поэтому, если вы всегда волнуетесь о том, что у вас первый блин комом, вот эта подготовка в основном предполагает, что у вас блинчики будут очень хорошо отставать от сковородки. Сковорода должна быть разогрета. Очень энергично. А мы сейчас с вами можем вполне посмотреть на наше тесто. Как оно выглядит. Тесто побывало на расстойке. И вот теперь я вижу полную консистенцию. Я вижу совершенно очевидно, что мне не нужно добавлять сюда молоко. Вот. Что у меня здесь вот видно. Как оно выглядит. Тесто вот таким образом. Струйка, как из банки сгущенки. Течет вот тесто. Я бы даже сказала, что оно еще, можно сказать, жидковато. Ну, попробуем выпекать наши блины. Если у нас проблем не возникнет, оставляем тесто так, как есть. Если же у нас блин первый будет очень туго сходить, невзирая наше ухищрение с солью, значит мы добавим сюда столовую ложку муки. Напоминаю, вот когда вы жарите блины, у вас могут возникнуть разные тут моменты. О них я сейчас вам и скажу. Если блины рвутся, вам не хватает муки. Если блины толстые, значит вы переложили муки, вам надо добавить жидкость. Если блины очень бледные, добавьте еще немного сахара. Вот три таких момента, которые вас могут подстерегать с блинами. Все остальные моменты, вот мы сейчас и посмотрим. У нас тесто относительно жидкое. Поглядим, как оно работает. Напоминаю, если тесто слишком жидкое, мы можем смело добавить сюда столовую ложку муки. Греем сковородку и готовимся к выпеканию. Значит так, я вам кое-что еще расскажу. После того, я уже начинаю жарить блины, но что я сделала с солью? Я соль обратно всыпала в солянку и сухим полотенцем вытерла остатки соли. Мочить сковородку категорически нельзя. После этого при помощи кисточки я нанесла растительное масло. Особенно внимательно промазываю вот это место примыкания между бортами и дном. Дальше берется половник и наливается порция таким образом, чтобы у вас было закрыто дно сковороды. Иногда бывает так, что тесто чуть-чуть не хватает и там получается на краю дырки или такие кружева. Ничего страшного. Именно в эту часть будем потом заворачивать нашу начинку и у нас никто не увидит вот этих вещей. Почему я так позволяю тесту как бы не закрывать какую-то часть сковороды в одном месте? Дело в том, что моя задача выпечь максимально тонкие блины. Толстые блины. Это брак для блинов. Поэтому, если вы все сделаете правильно, у вас получатся исключительно ажурные, приятные блинчики. Тончайшие, которые можно выставлять на выставку. Вот один из них мы уже выпекли. Если вы видите, он совершенно ажурный. Вот, тонюсенький, невесомый. Это говорит о том, что наши блины могут украсить любой стол, ну и в принципе честь хозяйки. Не потому, что я сама рекламируюсь, а потому, что действительно блинчики очень тонкие и интересные. Тесто замечательно отходит от сковородки. Надеюсь, вы видите. Мы несколько блинчиков испечем перед вами, для того, чтобы вы видели, что если вы повторите за нами тесто, у вас тоже никаких проблем с этими блинчиками не возникнет. Блинчики румяна. Это говорит о том, что в свое дело делает сахар, который добавлен в это блюдо, в это тесто. Значит так, промазываю каждый раз. Если у вас нету кисточки, это не повод не промазывать сковороду. Отрезайте брусочек сала, нанизывайте его на вилку. Этот брусочек обмакывайте в растительное масло и начинаете смазывать сковороду таким образом, чтобы у вас все было промазано. Особенно напоминаю, важно промазывать дно и вот этот переход к бортам. Там чаще всего блинчики пристают. Я пережарила свои блинчики. Из количества теста, которое мы с вами замешивали, если делать тонкие блинчики, получается 15-16 штук. Чем толще будет блин, тем количество уменьшится. Поэтому старайтесь, пожалуйста, наловчиться, делать блинчики потоньше. Поскольку я знаю точное количество своих блинов, начинку, которую мы готовили заранее, я специально уже сейчас разделила на определенные порции. Так гораздо удобнее. Мне не надо будет размышлять, где у меня больше, где у меня меньше. Я сейчас разделила начинку на 15 фрагментов. И вот при формировке блина я буду зачерпывать эту порцию. Как это делается? Вот я взяла грибную массу. Вот. Размазываю ее так произвольно с одной стороны. Потом начинаю закручивать в трубочку. Обратите внимание, вот я вам говорила иногда, тесто как бы кружевом на конце определяется. Вот сейчас я вам покажу на таком блинчике. Вот он. Видите дырки? Это делается для чего? Тесто я наливаю так мало, что иногда вот просто здесь на краю образуются дырочки. Если у вас точно так же, именно с этой дырчатой стороны и начинайте фаршировать ваш блинчик. Только дырки пропустите, пожалуйста, и распределите начинку над ними. Потом вам останется этими дырками накрыть и скрутить трубочку. Так что там эти дырки никто не знает, были они или нет. Значит, таким образом я сейчас начиняю все свои блины. Повернем себе дырочками, напоминаю. Вот. Все блины начиняю и в виде улитки начинаю складывать их в силиконовую форму. Если у вас не силиконовая форма, можете использовать любую другую. Но если это пригорающая форма, лучше положите на дно пергаментную бумагу. И было бы даже еще правильнее промазать дополнительно бумагу сливочным маслом. Мы тоже немножко будем добавлять сливочное масло. Это для вкуса. Когда блины у нас окажутся в духовке, нам это масло добавит просто дополнительный вкус пирогу. Из трубочек наших блинов мы создадим предполагаемый пирог, а потом сделаем заливку, под которой он и отправится в духовку. Итак, мы сложили наши блины, начиненные вот такой улиткой. У меня даже в самую крупную силиконовую форму входит не более 15 блинов. Поэтому один мы съели уже. Так что вы имеете ввиду, можно, если что, если вы делаете удвоенную порцию, можете раскладывать блины в два яруса. Сейчас я чуть-чуть добавлю сюда сливочного масла, потому что мы сейчас все отправим в духовку. Это для дополнительного сливочного вкуса, как вы понимаете. Грибы очень любят сливочный вкус, поэтому совсем немножечко. Так, теперь нам надо делать заливку. Для заливки полстакана молока, два яйца, около 200 грамм сыра, но 200 это максимум. Соответственно, вы можете насыпать сколько у вас есть. Так, чуть-чуть соли. Взбиваем все венчиком. Это такой омлетная масса с сыром. И будем заливать наши блины, которые находятся в форме. Духовка уже разогрета. Разогреваем ее на 180 градусов. И будем держать до тех пор, пока у нас омлетная масса чуть-чуть не зазолотится и сыр не расплавится. С этого момента блины готовы. Как я, например, встречаю масленицу. В наш дом приходят часто гости, приходят в достаточно большом количестве. Если бы я готовила в день приема гостей, во время приема гостей бы я уже спала без задних ног, потому что какие же тогда уже праздники. Поэтому, как я делаю? Вот в таком виде заготовки я делаю накануне. Накрываю и ставлю в холодильник. На следующий день перед приходом гостей мне остается сделать только заливку. Залить, поставить в духовку и подать пылу с жару прямо гостям. Поэтому такие вот вещи очень сильно облегчают труд хозяйки. Возьмите себе, пожалуйста, это на заметку. И, поверьте мне, этот способ освободит вас от лишних хлопот в день приема гостей. Так, распределяем сыр обязательно при помощи ложки с таким расчетом, чтобы у нас сыром были покрыты все блинчики. Даже если у вас тут неосторожно все сбилось в один край, вам придется внимательно пронаблюдать, чтобы все было закрыто. Все, нам пора отправлять в духовку до той кондиции, как я вам сказала. Я достаточно зазолотила свой пирог. Сыр начал расплавляться. Его можно делать более румяным, это по желанию. Зазолотите, как считаете нужным. Для того, чтобы он был более нарядным, его надо будет сверху посыпать зеленью. Дело в том, что предварительно, перед тем, как сыпать зеленью, вы должны будете подождать минут 20-25, для того, чтобы пирог чуть-чуть подостыл. Накрыть форму блюдом, перевернуть. А к дну перевернутого пирога приставить то блюдо, на котором вы будете подавать, и еще раз перевернуть. И потом уже он опять установится, но уже на блюде, вот этой стороной, которую вы сейчас лицезреете. После этого вы должны будете посыпать его зеленью. Очень подходит сюда зелень укропа. Выглядит нарядно. Укроп очень хорошо гармонирует с грибами, с яйцами. Вот такой нарядный пирожок. Если вы подойдете к масленице, вы прославите очень опытными и кулинарами. Поэтому советую вам. Я готовила вместе с вами. Поэтому вы видите конечный результат этого блюда. Надеюсь, он вас вдохновил. Всего доброго.